Всем привет! Канеметов с вами. Проволосная партия «Беремдик» массово скупает голоса? ЦИК делает вид, что ничего страшного не происходит. А я что? Я ничего! Я ничего! Вчера в соцсетях опубликовали очень интересное видео. Местодействие на Рынской область, село Акулун. Айлбашча Азамат Мусурканов собрал жителей, чтобы сообщить им важную новость. Если сельчане поддержат некоего Улана Бакасова и партию «Беремдик», то он даст целых 500 тысяч сомов. 500 тысяч сомов делим на 300 голосов, выходит по 1666 сомов на человека. Да. Слышь, ты там передай, пусть в следующий раз с кроссовками приходят. Найк там или Адидас. Вот тогда поговорим. А за жвачку мы родину не продаем. Улан Бакасов, который захотел купить на Рынчан, идет под шестым номером от партии «Беремдик». «Беремдик» – партия Джейнбековых. Откуда я это знаю? Все просто. Все, кто так или иначе находится под крылом правящего клана, баллотируются от этой партии. И даже сам всесильный брат главы государства Асылбек. Музей Тоталитаризма. Один брат депутат, другой президент, третий дипломат. Очень талантливая и одаренная семья, не так ли? А многочисленные сваты, кальбалашки, они тоже крайне талантливы и крайне умны. При нас таких культурных пацанов, прошу не залупать клана. А еще семья эта, если очень дипломатично и мягко выразиться, немного непоследовательно. Ну вот президент Джейнбеков на словах прям такой непримиримый борец коррупции. Но вот на деле все не так радужно. Вот яркий пример. Президентская партия массово подкупает избирателей. По сути занимается уголовно наказуемым преступлением. Власть же на такие вещи не реагирует. Бедные родители, бедные дети. В Кыргызстане начался новый учебный год. Обучаться оффлайн будут только ученики первых классов. Остальные на дистанционке. Ласточка с весной. Ласточка с весной. Все. Все. Почти 65% опрошенных родителей признали, что у них были срывы на ребенка в период дистанционного обучения весной этого года. Об этом сообщает агентство 24КГ со ссылкой на проведенный опрос. У тебя было два яблока. Я твой папа отнял у тебя одно. Сколько у тебя осталось? Пиши, я тебя умоляю, держи себя в руках. У тебя было два яблока. Не все родители смогли обеспечить своих детей гаджетами. Если быть точнее, около половины такие данные смогли получить по результатам исследования дистанционное образование, двоеточие, ноу-хау или смерть образованию. Еще бы. Какие еще гаджеты, если сотни тысяч кыргызстанцев еле сводят концы с концами, а впереди зима, уголь надо покупать. Когда под видом использования дистанционных образовательных технологий по факту внедряется и применяется дистанционная форма обучения, нарушаются права учащихся и их родителей, законных представителей на получение детьми бесплатного образования в школах и колледжах. Нарушается и их право по выбору формы обучения в образовательных организациях любых типов и видов, что предусмотрено в Конституции Кыргызстана и законе об образовании. Из исследований дистанционное образование, ноу-хау или смерть образованию. Логику в действиях власти найти трудно. Общественный транспорт ходит в прежнем режиме. Кафе, той-кана, рестораны и ночные клубы тоже работают, как ни в чем не бывало. А вот школам возобновлять работу почему-то нельзя. Теперь к теме правосудия. Помните, мы не раз рассказывали о Калычбике Саркарбаеве. Его еще называют правой рукой Раима Миллиона. Так вот, он восстановлен в должности. Не так давно он руководил спорткомитетом в мэрии Аша. Чиновника отстранили от работы в феврале. Игорь Котоваранов подплесли у нас. Сейчас он сидит. Учились с ним вместе. Игорь хороший человек. Я его отмажу. Теперь другая история. Помните, во время режима ЧП столичные милиционеры активно занимались имитацией бурной деятельности и приставали к гражданам на улице. Одной из жертв стражей порядка стала молодая бешкекчанка. Милиционеры спровоцировали ее, а затем сняли ее эмоции на видео. И видео-то позже слили в интернет. Стало известно о том, чем закончилась эта история. Представьте себе, девушку осудили. Три года лишения свободы. Правда, отпустили, применив амнистию. Вот это правосудие. Вот это принцип неотвратимости наказания. Расстрелял человека и сделал его инвалидом? Претензий не имеем. На работе восстановиться хочешь? Милости просим. Поругался с ментами. Три года колонии. Но это уже ни в какие рамки не лезет. Заткнись! Верховный суд сегодня пикетировали активисты, которые хотят честных выборов. Они требуют не допускать партию Кыргызстан к выборам. Политорганизация так грубо нарушила конституционный закон и должна была быть отстранена от гонки. Просто мы хотим, чтобы закон в нашей стране был един для всех. Потому что я, например, 100% знаю, что если бы наша партия допустила хотя бы десятую долю тех нарушений, которые были у партии Кыргызстан, то мы 100% не прошли бы и у нас не приняли бы документы. Это даже не обсуждалось бы. Но, к сожалению, на примере партии Кыргызстан мы в очередной раз убедились, что закон работает не для всех. Для кого-то закон вообще пустой звук. Если у тебя есть связи, если у тебя есть деньги, то ты можешь делать все, что посчитаешь нужно. Верховный суд рассмотрел касационную жалобу Центризбиркома и вот к чему пришел. Судебная коллегия Верховного суда оставила в силе решение суда первой инстанции. Мы думаем, решение было справедливым, законным, так как доводы, которые привели наши юристы, представители нашей партии, я думаю, они хоть основательны. В это же время президент Кыргызстана проводил заседание Совета Безопасности на повестке дня «Вопрос выборов». Но вот незадача. Сурамбай Шарипович словом не обмолвился о партиях Беремды, Кемикиным, Кыргызстан, которые занимаются массовым подкупом избирателей. Не волнует президента. И ситуация вокруг партии Кыргызстан. Такие вот дела. Почему так часто пропадаешь? Депутаты Джугур Кукинеша открыли очередную сессию, но работать в поте лица никто из них не стал. Послушали гимн, пошушукались и разошлись по домам. И на этом у меня все. С вами был Канат Кадеметов. Всем мира! Субтитры создавал DimaTorzok